С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА КАНАЛ УЗАПИСКИ НЕ МЕНЯНКИ. С ВАМИ ДАРИЯ, ВАШ ПРОВОДНИК В МИР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. Они не такие страшные, как кажется. Знаете, это вот как в обзоре Зулина. Я не помню честно, на какую игру он делал обзор, но я помню, что тот обзор тоже был проклят и сопровождался очень злым роком. Вот здесь, по-моему, ровно такая же ситуация. Я этот конкретный подкаст перезаписываю уже третий раз. Третий раз! Еще чуть-чуть, и я буду, как один знаменитый блогер, орать 80! Потому что, реально, если это дойдет до 80, я буду ругаться очень сильно и кидаться чем-нибудь. Но надеюсь, что здесь сейчас все пройдет отлично. Я прям очень на это рассчитываю. Давайте будем держать за меня кулачки и за этот подкаст, что он, наконец-то, запишется нормально, обработается и выйдет. Наконец-то! Вообще, давно меня не было. Очень давно. Я этот подкаст, реально, должна была выложить сильно раньше, где-то летом, но не получилось, не срослось. И при этом я не могу, к сожалению, гарантировать частые появления с подкастами, так как их запись очень сильно завязана на моем вдохновении и появление каких-то новых тем завязано на вдохновении. Но я очень постараюсь. Сегодня мне хочется с вами поговорить о мюзикле Headers и о важности преподавательской работы. Но перед тем, как начать, давайте я расскажу вам о некоторых нововведениях, потому что они такие есть. Что поменяется? Какие нововведения появятся? Как ни странно, это будут темы. То есть я немного отойду от общей конвы. То есть этот подкаст все еще будет об иностранных языках. Но порой сюда будут попадать отзывы и рассуждения о различных фильмах, книгах, музыке и прочем. Конечно, с большой долей вероятности они будут хоть как-то привязаны к языкам, но все-таки могут оказаться несколько неожиданными. Поэтому не удивляйтесь, если услышите что-то про фильмы и книги. Оно важно, на мой взгляд, поэтому если вдруг что. О заикносе и о том, что, скорее всего, не будет какого-то структурированного плана. Не будет перетекания одной темы в другую. То есть мы говорим сегодня о лексике, потом о важности произношения, потом о фонетике. Вот такого не будет. Да, у многих подкастов оно приблизительно так и есть. То есть у них какая-то плавная структура. Но есть и обратная ситуация, когда темы идут в разнобой. То есть вот как захочется авторам, так они и берут темы. И вот, скорее всего, у меня будет что-то подобное. И последнее, что здесь может появиться, это некоторое количество психологии в связи с, опять же, некоторыми изменениями в моей жизни. Сейчас принято быть открытыми на эту тему, поэтому скажу так. Некоторое время назад я подтвердила для себя, что отношусь к ВЧЛ или к высокочувствительным людям. Что проявляется в том числе в желании как-то помогать другим, поддерживать их, давать, возможно, какие-то ценные советы или делиться какими-то полезными упражнениями, которые помогут в решении проблемы. И пару месяцев назад, хотя нет, это уже не пару месяцев, если честно, я так думаю, это уже, наверное, полгода назад, и я прошла обучение на Lingback Coach'а, что дает мне возможность делать мои занятия более комфортными для учеников и делиться с вами какими-то небольшими советами, которые могут помочь облегчить процесс учебы. Так что ждите новых подкастов и приходите ко мне на занятия, если есть желание. Думаю, на этом все, так что давайте переходить к основной теме. Heather's The Musical, или просто Heather's, это рок-мюзикл, основанный на одноименном культовом фильме 1988 года. В мюзикле рассказывается о проблемах суицида среди подростков, о проблемах убийств, издевательств и насилия. Оптимистичны, не правда ли? Тем временем этот рок-мюзикл, этот фильм считается черной комедией, если я правильно помню, так что все особенно интересно в этом моменте. В принципе, помимо мюзикла и фильма, есть еще и сериал. Но начну я с мюзикла, так как я на него наткнулась первым. А в следующем выпуске я расскажу уже и про фильм, и про сериал, и про свое отношение к ним, и, может быть, еще чего-нибудь полезного в кино. Итак, знакомство началось вообще с раздела шортс на ютубе. Попалось мне видео с отрывком из песни. Если вы, может быть, помните, вирусилась очень сильно Вероника, open the door, Вероника, open the door, open the door, please, если я правильно помню. Эту волну хайпа я как-то пропустила, но потом вот это видео само меня нашло, и я очень заинтересовалась в источнике, поэтому отправилась на его поиски, которые завели меня на огромнейший склад нарезок, различных особо цепляющих отрывков, и всего парочка записей мюзиклов мне попалась. Это было довольно сложно искать, честно говоря, потому что хотелось бы увидеть что-то более официальное, но что-то более официальное тоже не находилось. Возможно, я не умею гуглить. Собственно, я нашла две записи на ютубе, одна даже с субтитрами, и официальный фильм, официальный мюзикл на кинопоиске, который тоже с субтитрами, поэтому если вы хотите его посмотреть, послушать, но у вас проблемы с английским, вот два варианта есть. И на свой страх и риск, в общем-то, я и включила эту запись с субтитрами на ютубе и залипла. Очень интересно, конечно, было наблюдать за происходящим, еще веселее было наблюдать за субтитрами, потому что автор постаралась, она еще воткнула туда свои комментарии довольно забавные, так что да, это было интересно. Но, конечно, хотелось чего-то более качественного, поэтому за одну ночь я посмотрела три версии мюзикла, то есть вот эту первую найденную, потом еще одну на ютубе, и потом ту, которая на кинопоиске. То чувство, когда ты очень заинтересовался и, как кто-то говорит, словил гиперфиксацию. Хотя у меня вроде СДВГ нету, но как будто иногда что-то от него просыпается. Значит, давайте я что-ли вам кратко перескажу, о чем мюзикл, чтобы вы понимали, надо вам это смотреть или не надо. Но возможны спойлеры. Я, честно, попытаюсь их избежать, но тут вот ничего обещать не могу. Наше смертельное влечение, а именно так называется, что мюзикл, что фильм на русском, начинается 1 сентября 1989 года. Главная героиня Вероника Сойер идет в школу и знакомит нас, то есть зрителей с одноклассниками, с ее лучшей подругой, с теми, кто их окружает, и все дружно поют песню о том, как же тяжко в старшей школе. Есть единственные три девушки, которых ничего не трогает. Они словно тефлоновые, если цитировать один из вариантов переводов. Их не задирают, над ними не издеваются. Им все идут навстречу, все считают их очень красивыми, хотят с ними дружить. Поэтому, да, это три Хезер. Хезер Макнамара, Хезер Дьюк и Хезер Чендлер. В общем-то, самое главное среди них Хезер Чендлер, которая заправляет всем, чем только можно в этой школе. И главная героиня решает, что в этом году ей хочется пожить спокойно, без каких-либо издевательств, без травли и прочего. И поэтому она договаривается с Теймой Хезер о том, что она им будет помогать, так как она умеет подделывать почерк, а они ее возьмут в свою компанию. В дальнейшем события разворачиваются очень интересно, очень специфически, я бы так назвала. Потому что главная героиня себе, кроме трех новых подруг, находят еще и нового парня, который оказывается таким загадочным молодым человеком в пальто. Правда, потом то ли кто-то из персонажей, то ли из комментаторов пошутил, что никогда не встречайтесь с парнями в таких пальто, потому что они всегда странные. И, в общем-то, мюзикл это подтверждает. В процессе мюзикла, в процессе развития событий, погибает три человека. Я не скажу, кто, но трое. И, в конце концов, главная героиня одумывается, понимает, что что-то здесь не так, и она понимает, кто в этом виноват. И, в общем-то, можно сказать, она с ним разделывается, чтобы прекратить эти злодейства. Если очень кратко и пресно, то приблизительно так и развиваются события в мюзикле. Почему я вообще зацепилась за этот мюзикл? Почему я аж подкаст пришла о нем писать? Давайте я вам расскажу, наверное. Первое — это его плюсы. Давайте поговорим о них. На мой взгляд, все-таки сделана сама постановка хорошо, довольно интересно, с крутыми песнями. По-моему, я даже одну из версий нашла на Яндекс.Музыке и себе добавила этот альбом. Периодически слушаю, радуюсь тому, как это все красиво. Потом, сама атмосфера вот этих конца 80-х, начала 90-х тоже. Интересно смотреть, как это все выглядело с точки зрения Америки и чем это отличалось от нас. Хотя, честно говоря, в тот период я и не жила только. Я только в 95-м году родилась. Но все равно интересно посмотреть на вот такой культурный срез. Естественно, естественно, я не могла не посоветовать посмотреть этот мюзикл на английском, потому что, ну, можно найти интересные для себя фразы. В следующий раз я постараюсь вам рассказать о том, как можно учить английский, ну, и, в принципе, иностранные языки с помощью разных фильмов и сериалов. Поэтому, в принципе, я могу посоветовать посмотреть мюзикл, чтобы вот попрактиковать свой язык. Тоже довольно полезная штука. Какие минусы я здесь вижу? Для меня черная комедия в некотором плане минус. Может быть, я слишком дикая. Может быть, я это не отрицаю. Но некоторые шутки для меня максимально непонятны. И тут вопрос. Либо это разница в культурах, либо это просто какие-то слишком чернушные шутки, которые я честно не выкупаю, не понимаю. А даже если я понимаю, что теоретически это должна быть шутка, мне кажется, что это слишком жестко. Поэтому, да, черный юмор для меня, в принципе, вещь хорошая. Но вот здесь как будто бы это не то, что нужно. Что еще я могу отнести в минусы? Здесь есть некоторая повесточка. Она тут даже используется для отмазки одного из убийств. И мне надо проспойлерить, что будут убиты два футболиста. И все это будет выставлено так, как будто они самоубились, потому что они вот геи, которые не могут жить в этом тяжелом мире, и ужасном, которые их не понимают. Хотя на самом деле это не так, но все будет выставлено так. Я понимаю, что это довольно сильный спойлер, но мне надо было про него рассказать, чтобы объяснить, в чем проблема. Проблема не в самой повесточке. Есть она и есть, без проблем. И довольно-таки объяснимо, почему выбран такой способ. Потому что, ну, если я ничего в этой жизни не путаю, в 90-е, даже в Америке, ЛГБТ не сильно приветствовались. Но мне не нравится, в какой фарс превратили сцену с похоронами. То есть она есть не везде. Я ее видела то ли в двух, то ли в одном вообще мюзикле из трех. И то есть, по идее, идет процесс похоронный, все грустят, и тут отцы, которые, по идее, скорбят по своим сыновьям, начинают петь песню И опять же, если бы это было что-то лиричное, я бы, может быть, и поняла, но это какой-то цирк с конями. И начинаешь думать вообще, как бы, а все ли нормально с кукушенькой у этих людей. Но справедливости ради, тут можно всем такой вопрос задать. Так что ладно. Наверное, опять же, я слишком дикая, мне непонятен такой юмор. Если верить моим студентам, которых я опрашивала в процессе работы, в минус можно вынести, в принципе, сам сюжет, некоторые сюжетные линии, потому что они не завершены. То есть, поднимаемые проблемы, которые здесь есть, они не все доведены до конца. Например, на мой скромный взгляд, здесь в красной линии идет вопрос буллинга. Того, что происходит в школах и сейчас, и происходило раньше, просто об этом сильно не говорили. Но как будто бы не до конца довели эту тему. То есть, вот ее начали в начале, понесли-понесли до середины сюжета где-то и бросили, потому что начались другие проблемы. Связанные, ну, уже не совсем с буллингом, а связанные с убийствами в школах и, в принципе, с безразличием родителей, учителей. То есть, максимально пофигистичным отношением окружающих и жестокостью подростков. То есть, вроде бы сюда буллинг-то тоже хорошо вписывается, но про него как будто слегка забывают. И так это не одна линия. Хотя, честно говоря, я не так сильно анализировала мюзикл, чтобы сказать, что да, тут есть брошенные сюжетные линии, но, наверное, они действительно есть и ничего не могу сказать в защиту. Да, есть такое. Если для вас это минус, то да, он тут тоже есть. Если мы будем говорить о поднимаемых проблемах, то я их, в общем-то, перечислила. То есть, это буллинг, жестокость, убийство, равнодушие окружающих. И вот здесь мы медленно, но верно, подползаем к проблеме и к вопросу, который я хотела обсудить. Это учителя. То есть, работа учителей, насколько она важна. Проблема заключается в том, что в самом мюзикле, в фильме, в сериале родители максимально равнодушны, а учителя максимально невнимательны и тоже, наверное, можно сказать, равнодушны по отношению к собственным ученикам. То есть, они хоть как-то шевелиться начинают, только когда вот начинаются убийства, и это не одно, не два, а три. И при этом это все еще под соусом суицида, следовательно, вопрос вообще очень жесткий такой стоит. А что происходит-то вообще? Почему у нас дети самоубиваются? И только тогда кто-то начинает шевелиться, просто потому, что, ну, у нас тут эта тень на школу падает, ребята. С этим надо что-то делать. То есть, вопрос не в том, что надо исправлять ситуацию среди учеников, а вопрос в том, что надо срочно ловить рекрутацию школы, которая стремительно летит вниз. В чем важность учительской работы? То есть, о чем я хотела поговорить? Вопрос в том, что родителям некоторым очень без разницы, что происходит с их детьми. К сожалению, такое есть, такое встречается. И возникает вопрос, а что делать, если эти самые дети, у которых очень равнодушны родители, подвергаются буллингу? Потому что сами дети справиться с этой ситуацией не могут. Если есть такие, то единицы. Потому что это очень тяжелое состояние, когда тебя все вокруг травят непонятно за что и не дают спокойно жить и учиться. Это при условии, что школа это вообще-то место, где ребенок должен не только учиться, но и социализироваться. А в итоге ты вместо того, чтобы прийти вот в такое замечательное место, заводить друзей, там, общаться, изучать новое, ты просто пытаешься выжить. Ну, такое себе, согласитесь. У многих из нас плохие воспоминания о школе, как раз потому, что вот были тяжелые моменты, и они не решались. Или решались, но не всегда. То есть, например, я свою школу помню, в принципе, достаточно хорошо. Ну, то есть, без каких-то прям тяжких воспоминаний. Но у меня был такой интересный инцидент в свое время, который я вспоминаю, ну, с не самыми хорошими словами в голове. Ну, вот, к счастью, все прошло довольно лайтово. Но это вот, к счастью, мне повезло. Но некоторым детям не везет. И раз родители этим не занимаются, следующая, так сказать, линия обороны, это учителя, которые, по идее, должны это замечать и пресекать. И тут возникает серия вопросов, на самом деле, что со всем этим делать. Потому что, если взглянуть на систему образования, то есть некоторые проблемы. Потому что, вот, насколько я помню, нас не учили прямо вот решать такие проблемы. Нас учили, да, следить за атмосферой в коллективе, стараться разводить детей по углам, что-то еще вот такое делать. Но я, честно, за пять лет обучения не помню, чтобы поднимался вопрос, что делать, если детей бурят, доводят до суицида. Как вообще в этой ситуации поступать? При этом многие учителя выгорают, потому что работа на самом деле тяжелая. Потому что ты днями направлял, занимаешься обучением чужих детей. Параллельно немножко все-таки воспитанием. У нас, конечно, у школы убрали функцию воспитания. Ее возложили полностью на родителей. В чем я проблемы сильно большой не вижу, на самом деле. Но вот, когда возникает вопрос в том, что ребенок не воспитывается ни дома, ни в школе, то есть ему нигде рамок не ставят, возникает целый вагон проблем, с которыми непонятно, как справляться в итоге. И вот, возвращаясь к мысли, что учителя и так много работают. Им надо учить, им надо следить за детьми, их немножко воспитывать, заполнять документы, проходить всякие курсы повышения квалификации, может быть, еще какие-то мероприятия организовывать. Во всей этой веренице дел, я уже молчу про то, что где-то там еще на фоне пробегают чаты, родительские и неродительские, про которые все вспоминают тоже с ужасом. То есть вот это вот все вместе в одну большую кучу скидывается, и ты просто пытаешься вывести. И это я говорю даже не совсем со своего опыта, потому что в школе я работала на замене и недолго. И от меня немного зависело. От меня зависело прийти, провести занятия, уйти в закат. В университете таких больших проблем с буллингом и прочим, честно, ну, либо нет, либо их сильно меньше. Может быть, я чего-то не знаю, поэтому можете поделиться своим опытом. Но вот то, что я рассказываю об учителях, это в принципе находится в открытых источниках, в открытом доступе. В любую учительскую группу зайдите, прочтете кучу положительных и не очень историй о том, как там вообще живется учителям в этой самой школе. И как много сил они тратят на то, чтобы учить и воспитывать наших детей. То есть я подумала, что я не совсем к этому морально готова, и после института я не ушла в школу работать по профессии. Сейчас я работаю вот как свободный репетитор, но я так немножко держу руку на пульсе, что если идти в школу внезапно, я знала, что меня ждет. И вот возникает вопрос. У вас вагон нагрузки, куча всего, что надо делать. Как на фоне этого еще решать проблемы детей, проблемы буллинга, потому что они стоят остро. Некоторые учителя действительно забивают, потому что нету сил решать еще и это. Потому что вопрос буллинга, он тоже за собой много чего тянет, и жизненных сил в том числе. И вот мне кажется, что эта проблема должна быть хоть как-то освещена, потому что решать что-то надо. Потому что страдают все. И дети, и родители их на самом деле тоже страдают. И учителя страдают. И как-то это все вот надо разруливать. Я не могу сказать, что быстренько бегите, проходите курсы. Хотя по-хорошему вы, некоторым учителям, которые еще не сталкивались с этой проблемой, которые не знают, как ее решать, курсы не помешали бы. Потому что сейчас очень много разных материалов, разных как раз курсов, обучающих статей, книг и прочего, посвященных тому как раз, как бороться с вот этой вот напастью. Было бы круто, если бы школы выделяли учителям время отдельное, специально, которое никто не загружает. И учитель в это время обучается как раз решать вот такие тяжелые проблемы. Было бы круто, если бы нам дали возможность, ну, учителям конкретно, преподавателям, в принципе, всем работникам образования дали возможность работать меньше. В плане, убрали лишние бумажки, которые никому не нужны. Эти миллиарды отчетов, переписывания программ, было бы круто. Потому что мы, по идее, приходим в профессию учить, но не всегда получается именно учить. Потому что ты вот вроде хочешь делать то, на что ты учился, но не получается, потому что вот одно, другое, третье, десятое, триста, двадцать пятое, и все это прекрасно понимают, но непонятно, как это остановить. И получается, что у нас вот дети, которые друг с другом перегрызлись, образно говоря, родители, которым не до того, учителя, которым тоже не до того, а разруливать это кто-то должен. Поэтому вот мне и кажется, что было бы круто, если бы была возможность у учителей проходить дополнительные образования, изучать способы решения таких проблем. При этом было бы еще замечательно, если бы дополнительные инстанции работали. То есть они действительно, ну они работают. Проблема в том, что как будто бы недостаточно активно, но опять же я не в курсе. Я не говорю с позиции человека, который пытался разрулить буллинг и такой, ничего не работает. Нет. Я опять же сужу по историям из этих ваших интернетов. Иногда инстанции, которые должны помогать решать такие проблемы, не работают. Поэтому было бы круто, если бы все объединились, не грызлись друг с другом за лишние бумажки, а именно объединились и боролись с этой проблемой сообща. Потому что проблема же не только в равнодушии родителей, в пофигизме учителей, в пофигизме каких-то инстанций. Проблема еще в том, что дети приходят в школу разные, абсолютно разные, с разными проблемами, с разным бэкграундом. Много всего сходится и превращается во что-то невероятное. Было бы круто, если бы была возможность с этим бороться более эффективно. Как-то так. Я тут вам наговорила уже, не знаю, минут 10-15 на тему буллинга, налила воды, так сказать. Ситуация в истории довольно сильно действительно завязана на буллинге. Потому что если бы главная героиня не подвергалась вот этим издевательствам, если бы ее подруга не подвергалась издевательствам, возможно, она бы не пошла тусить с вот этими вот Хезерс, которые, ну, представители не самых лучших людей в этой школе. Возможно, главная героиня не стала бы дружить с абьюзивным молодым человеком, который привел ее к тому, к чему привел. Возможно, все закончилось бы более позитивно. Возможно, та ситуация, которая возникла с одной из Хезер в конце, там была тоже такая своеобразная тяжелая ситуация, и главная героиня ее вытащила, не возникла, если бы учитель, которая организовала что-то вроде движения «Мы против суициды», честно, я сейчас не вспомню, что там конкретно было, если бы она это организовала не ради того, чтобы светануть лицом на телевизоре, а ради того, чтобы действительно помочь детям, то, возможно, все закончилось бы гораздо позитивнее. Но, опять же, история не знает сослагательного наклонения, а тем более, если это касается какой-то уже готовой и написанной истории, снятой 150 раз сыгранной и еще столько же, то, да, тут остается только вот рассуждать, что могло бы помочь. Поэтому, если переносить это на жизнь, мне бы хотелось, чтобы мы смогли исправить эту ситуацию, мне бы хотелось, чтобы учителям давали возможность развиваться, проводить время с самими-сабими, ну, то есть проводить время наедине, морально, физически отдыхать, чтобы у них были силы бороться с какими-то проблемами, были силы преподавать. Но в один прекрасный день мы, наверное, к этому придем. На этом я, наверное, буду сворачиваться, чтобы вам было не грустно ждать. Во второй части, которая выйдет через выпуск, я вам расскажу о фильме и сериале. Действительно, поделюсь своим мнением, потому что мне есть что сказать. Возможно, я еще поговорю о каких-то проблемах, которые связаны с преподаванием, то есть как учителям весело и прикольно работать в школе. Но, кроме того, я вам расскажу, как можно практиковать язык, смотря фильмы, сериалы, может быть, мюзиклы. Постараюсь найти для вас какие-то суперинтересные штуки, которые были бы полезны и действительно было бы нескучно их выполнять. Поэтому, да, ждите второго выпуска этой замечательной эпопеи. Я надеюсь, хотя бы второй части не коснется злой, очень злой рок. И, кроме того, следующий выпуск будет не про хэзерс, действительно, следующий выпуск будет интервью. Поговорим еще об образовании. Так что ждите, он выйдет скоро, близко к дню учителя, буквально в честь него. Так что на этом я буду сворачиваться. Если у вас какие-то есть истории про учителей, свои собственные истории о том, как вы работали, учились в школе, какие у вас остались впечатления, обязательно делитесь ими. То есть находите подкаст в ВКонтакте. Сейчас, по-моему, для комментариев только он есть. Так что находите подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, давайте вместе обсудим, вообще, насколько велика работа учителя в школе, насколько она важна, на ваш взгляд. До встречи в следующих выпусках записки Неминянки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин